Петербург 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 Дистанции закрутили прямо по площади, за что отдельное спасибо организаторам от нас и от всех фотографов. Более удобного для съемок забега в этом году еще не было. Тот самый редчайший случай, когда бегуны везде как на ладони, а на их фоне, куда ни повернись, шикарный антураж. Более того, если смотреть сверху, с высоты птичьего полета, дистанция по форме напоминала, да-да, кошку с хвостом и ушками. Это же надо было додуматься. А на медалях финишеров был изображен, ну да, именно он. Пушистый и толстенький. Кто же еще? Эта награда совершенно точно не затеряется ни в какой коробке. А еще, несмотря на дождь, настроение у котов было солнечное. Многие с удовольствием базировали прямо во время забега. Ведь какой же кот упустит возможность покрасоваться? Впрочем, лидеры показали хорошее время. Самой доброй частью фестиваля стала секция приютов, где можно было помочь бездомным котейкам, узнать больше о работе приютов и решиться самому взять питомца. Конечно, экзотика всегда притягивает, но кошки и собаки всегда остаются главными друзьями человека. Все, что им нужно, это дом, а домашний уют они сами обеспечат. Кстати, у забега был собственный рыжий кот-маскот, толстый и довольный жизнью. Бегать и прыгать ему в таком костюме было очень сложно, но он старался. Однако лучше все-таки получалось позировать для фотографий с детьми. Отдельной частью забега стали танцы на Дворцовой. Не каждый день вы можете потанцевать вокруг Александровской колонны в образе кошки. Спорт ведь не обязательно должен быть серьезным. Можно и просто наслаждаться жизнью, как котики. Субтитры создавал DimaTorzok